привет любители маленького брата привет любители вот blitz и сегодня хотел бы я с вами поговорить об американской фановой стэшки 4 уровня m7 какова она в 2020 году что с ней сделали разрабы или наоборот не сделали и можно ли на ней играть я вам скажу ребят можно как она была фановой машиной так она и осталась какие были у нее плюсы такие они у нее остались минусы тоже присутствует без этого никуда но на четвертом уровне на m7 всегда было играть очень очень интересно при той же самой прочности ребят в 530 при той же самой броне например башни который идет 55 45 35 некоторые некоторые будут даже рикошетить пулеметики маленькие калибры будут даже вас не пробивать броня корпуса слегка поменьше конечно корпус здесь не показывать стараться играть как я сейчас видите играю стараясь от головы именно от башни потому что корпус пробивается но вы кашечку мы тоже раз не пробили но разочек и пробили радиус обзора 240 потрясающий но маскировочка маскировочкой скажу вас тоже хоть и она и большая такая корпус здоровый есть и присутствует без движения все таки 26 ребят маскировка это очень хорошо то есть иногда нас могут даже не увидеть урон в минуту составляет чуть более тысячи но перезарядка конечно подкачала это 7 секунд вот это ее минус огромный ребят что перезарядка в 7 секунд то что ну долго долго очень ждать приходится зато скорость посмотрите поездила я по одному флангу понял что надо перемещаться помогать на другой стороне спокойно переехал и вы это можете делать на м7 спокойно потому что скорость маневренность ней она присутствует если сказать пару то бронебойными пробитие 78 урон 120 урон потрясающий пробитие не всегда будет проходить на тех же вы кашках и прочих и прочих таких бронированных в лоб в бочину вы всегда пробьете всех просто старайтесь в лоб в лоб может быть не совсем вы сами себе пробивать вы естественно будете про голду если вы подключите 170 на пробивать вы будете вообще все с кем будете попадать но там будет урон меньше я долго время сведения конечно тоже подводит помимо того что ребят у нас 7 секунд перезарядка время сведения 5 и 2 разброс в принципе неплохой 035 из минусов еще бы я отметил углы вверх 18 вниз 8 хотелось бы побольше особенно вверх вверх хотелось бы хотя бы тоже двадцаточку иметь средняя скорость 27 но кажется что она едет быстро может потому что на эти 27 набирает очень хорошо так скорость они задают немножко побольше по дороге почти стопроцентно по грунту по простому на ездит точно так же по грунту точнее 80 по дороге 95 и даже по воде почти не теряет ребят нисколько это 70 просто потрясающе мощность двигателя 380 ну о чем я говорил связи с этим она вперед движется 54 может набирать на это знать не всегда то где-то под горочку или на скорость большую набрать а так средний 27 но назад 18 вот сейчас смотрите выстрелим и закатимся назад выстрелим и закатимся назад то есть танчик довольно таки фаном даже не боимся хетцера на этом танчики можно творить вещи даже в одного вот кружить вот он вылазит стрельну и вот о чем я говорил 18 назад хватает от того чтобы спрятаться машина очень интересная опять же из минусов только это долгая перезарядка долгая перезарядка в 7 секунд и в принципе пробитие 78 можно можно так отнести к минусам но и углы может быть а так у этого танчика принципе для четвертого уровня минусов нет чем тут успели настрелять сейчас посмотрим по моему неплохой результат показали постреляли свое удовольствие до 1300 1200 настреляли ребят пишите свое мнение танк этот до сих пор актуален на четвертом уровне он один из лучших это мое мнение с вами был кимиев один всем пока пока и до скорых встреч